Эй, всем привет! Это Дава Дымов. Сейчас мы находимся в баре как надо. Это еще один проект компании Mamunia. И сегодня у нас есть три новых вкуса от компании ВТО. Это Минс, это Пеппер Минс и конечно же это Минс Троп. Короче, что-то такое. Сейчас гляну, секунду. А, Минс Гам. Эти все три вкуса. Это новая мятная линейка от компании ВТО. И сейчас, собственно, мы попробуем все это раскурить и посмотреть, как это курится. И, конечно же, чтобы было все максимально субъективно, я... И, конечно, чтобы все было максимально объективно, прогуривать буду не только я. Так вот, что у нас есть? У нас есть три табака, да? У нас есть, грубо говоря, три чашки, есть три кальяна и есть, конечно же, наши добрые люди, которые нам сегодня все помогут это прокурить. Что хочу сказать? Я их уже прокуривал, я уже сложил о них свое мнение. Скажу так, что эти все три вкуса, они пройдут мимо всех. Почему? Потому что, ну, мятный вкус от компании ВТО, типа, что, блядь, где гастрономия, где вся остальная шняга, да? Но мята. Компания ВТО никогда изначально не делала мяту. У нее не было просто мяты в самом старте. Это обычно, как у всех продуктов появляется, да? Появляется продукт, появляется 5 основных вкусов, в том числе и ебаная мята, да? Но компания ВТО решила пойти немного по-другому и выпустить мяту намного-намного позже, чем остальные вкусы. И это никому нахрен не надо будет. Вот моя точка зрения, что мятные вкусы от компании ВТО, они просто будут никому нахрен не нужны. Почему? Потому что зачем мне покупать дорогую мяту от ВТО, если обычная мята, она в миксе, себя покажет так же, как вот эта баночка за 650 а-ля 500 рублей, да? Я могу сейчас спокойно положить Dark Mint, дафтовской мяты, да, там другой мяты. На то пошло уже суперновый добавить в тот же крыжовник и получится давно не таки круто, да? Но раз вышло, значит нужно пилить обзор. Погнали. Сейчас мы забьем все три вкуса по очереди и, собственно, раскурим и посмотрим, что это такое. В чистую мяту, в чистую. Ну, короче, прогрели мы около 2-3 минуточек, наверное, ну, пораскуривали, наверное, раз в 10, да? Раскуриваем мы сейчас с Пеппер Минт Танзания. Довольно-таки нехуёво, но нехуёво тем, что это не просто мята, да, а это именно такая вяленая, такое вяленое кентукки в сочетании с мятой и здесь ты больше внимания обращаешь не на сам мятный вкус, а на то, как круто раскрывается здесь вот эта кентукки, понимаете, в Танзании. Вот это круто, но как мята, так себе. Немного на трёх углях, ну, примерно так, на трёх таких полусгоревших углях режет горло. Мята прям, ну, ядерная. Ну, по ароматике мята прям реально как-то дикая, вот, ну, перечная мята. Ну, ВТО мята, блядь, что? Ладно, у нас здесь есть профессиональный бармен, сейчас мы у него спросим, как он относится к мяте и что он здесь чувствует. Всем здорово, я Женёк и я буду пробовать сейчас перечная мята. Перечная мята от кого? От ВТО. От ВТО. Ну, вот сразу. Я могу сказать, что я бармен, вот, и мяту используем в других случаях. Ну, сейчас посмотрим, как разкусь. Нормально. Ты крепко и не куришь, короче, да, я знаю? Ну, просто твое ощущение, вот, ну, расскажи о них. Ну, во-первых, на входе очень жёстко глотку начинает драть, прям, не потому что она горит, а потому что, ну, прям холодная. Вот, а на выходе воняет какой-то травой непонятная. Это кентукки, вяленая. Понятно, ну, то есть, по сути, ничего нового не рассказал. Мне больно на тебя, сон. Для меня это жёстко, да. Жёстко. Вообще. Жив. Всем привет, с вами Диджей Йорк, и это что-то космическое, необычное. Я, честно, впервые вообще такой вкус чувствую, и... надолго тебе охватило, братан, просто вообще. Да, давай, Паша, попробуй, и чё-то по этому поводу скажешь. Я же проследил, что-то слёзы счастья были, или чё? Да, это, короче, новый, это новый вкус ВТО. Офигенно. Да. Я уже пробовал. Новый? Да, новый, новый. Ну, как новый, ну, блядь, попробуй, я не взял просто. Я до Йорка, до Йорка нёс, короче, не до тебя. Ебанута. Что это было сейчас? Чё, это мята. Это никакая, не это самое. Нет, это, короче... Я бы там какой-то... Короче, была такая конфетка, называется Холодок. Вот это вот X5, когда вы взяли три пачки себе в рот, и вам 6 лет. Вот это то же самое. А помнишь жвачку из 2000-х, Шок называлась? Вот, что-то типа того. Прям кислая была. Ну, прям очень холодная. Прям очень. А почему Танзания? Ну, так решили, ребят. Вообще, да, схожа очень Танзания и Холодок, это... А, вот, вяленые, китурки, чувствуешь там... А, Сайбирь, это не то. Сибирь, братан. Не, ну, прикольно, но... Ну, не на каждый день. Ну, не в чистую, просто как бы... А, ты в чистую что-то сделал? Я думал, у тебя микс такой, как бы... Не, не, шо. Микс от Тавы Смок с Холодком, бля, Танзании, вот его. Да. В целом, да. Короче, как мы поняли, мята не для всех в чистую, да? Многие не выдачили, и для многих было неожиданно. Но... Сейчас я немного ее прокурил. А вот этот... Вот этот мятный привкус, он уже пропал. Колян, оно минут, наверное, 15-20. Остался лишь только вот такой вот чуть-чуть приметненный кентукки, табачный лист, такой сочненький, хорош, как прям бургеры в Black Star, да? Эх, на самом деле, хуйня бургер в Black Star, но в этой ушечке прикольная. А ну, собственно, первого вкуса мы поняли, да? Что, ну, так себе. Это была перечная мята, и сейчас у нас новый вкус. Это просто мята. Это не карагуа. Это такое покрепче. Это такое интересное. Просто мята. Сейчас мы забьем, раскурим и попробуем рассказать вам свои впечатления о данном продукте. Это Никарагуа Минц, как заявлено в описании, это взрывной мятный карамельный вкус мятных леденцов. Ну, насчет взрывного не знаю, и насчет мятного тоже. Да, это отдает такой карамельку, но за счет табачного листа. И это очень круто курица, но это не так мятно, как, допустим, с пепперминцом. Да, пепперминц был куда жестче. В этом вкусе минца, в принципе, мята как таковой не чувствуется. Хотя чашка свежая, все хорошо прогрето. Но при этом вчистую это гораздо приятнее курить, чем пепперминц. Тут как бы есть и плюсы, и минусы. Вот это вчистую обычно минусы можно спокойно курить и кайфовать, но вот пепперминц вчистую не покуришь, ибо сильно отдает мятой. Весело, задорно, блядь. Прикольно. Ладно. Остался у нас последний вкус, это минцгам, это грубо говоря, мятный орбит, такими словами вам скажу. сейчас мы тоже его забьем и что-нибудь придумаем, что сказать про этот вкус. Остался, короче, третий вкус, это минцгам. Это у нас получается идет карибы, легенько, приятно. А я его уже курил, сейчас забью его в чашечку, собственно, могу сказать одно, это вот мятный стиморал, прям реально вот это подушечка, а вот одеяльцу, знаете, жевательная резиночка, которая не подушечка, а в виде одеялец, подушки, одеяль, как бы есть же подушечка жвачки, там орбит подушечками и есть одеялки, наверное, думаю, так. Короче, сейчас мы это забьем, покурим, пока, если честно сказать, я не сильно впечатлен этими вкусами, есть, конечно, прикольные какие-то оттенки, но они сугубо, грубо говоря, личные такие, которые мне вот понравились, но не такие, чтобы вау, круто, нет такого, пока мисс, блядь, сука, нету, но я думаю, это сопутствующие вкусы у компании ВТО, и от них много ничего не надо ждать, ладно, забиваем, Минцгам, карибы, Минцгам, да, от компании ВТО, это мятная пластинка, пластишка, ну, так себе вкус, чистую, я, я долбоеб, я, я долбоеб, реально, я долбоеб, потому что я все эти вкусы прокуриваю вчистую, да, и что-то пытаюсь судить, но я прекрасно, когда курю, я прекрасно понимаю, как это будет чувствоваться в миксе, и вот Минцгам, это, наверное, более-менее адекватный вкус, который ничем не заменить из других табаков, то есть, если ты ложишь Минцгам в миксе с любым другим ВТО, то получится супер, но с Минц, Пеппер Минц такая хуйня, как бы, ну, не прокатит, мята и мята, дорогая, мать вашу, сука, мята будет, ну, и, думаю, можно сделать такое маленькое заключение по всем вкусам, а, ну, ну, как сказать, поговорим еще о Минцгаме, да, это реально жвачка, да, это реально мятная жвачка, которую ты так вот пожевал в течение 20 минут, и появляется этот самый вкус, который как бы ты хочешь, да, прикольно, весело, интересно, задорно, но подведем итоги все-таки, да, по трем вкусам, это у нас Минцгам, это Пеппер Минц, и это просто Минц, скажу сразу, что, ну, особого такого внимания на эти вкусы вряд ли обратят, то есть, ну, не получат должного внимания, как, допустим, тот же лосось, как тот же биштекс, да, от ВТО, но, суть остается сутью, что это новые вкусы, и, как бы, их нужно было опозреть, чтобы примерно люди понимали, что они будут покупать, так как формат канала новый, и, какими бы у меня друзья ВТО не были, все по сути, все по делу. Курите удавы, ребята. А, покури, это жвачка Минцгам, вот, стиморал, братан, чистый стиморал. Когда ты пожевал, минут 10, я понимаешь, оно начинает уже у тебя во рту разваливаться. Шикарно. Получше. Нормально. Вот, собственно, вот так вот, это обзор, трех новых вкусов от компании ВТО. Вот так вот. Да, я такой вялый, потому что я просто ебански, блядь, себя чувствую, но все же, записываем, записываем. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,